Дмитрий Губин Называется, пожалуйста, закон номер 209 ФЗ, это значит федеральное законодательство, об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Особенностью этого закона является то, что это фактически второй закон об охоте за все время существования нашей страны. Первый был принят при Александре Третьем. А вот то, что было между двумя законами, это как хотите, так и называйте. Росыпь декретов, указов, постановлений и главное действие того закона, где кругом тайга и хозяин в ней медведь. Я сейчас, конечно, не партию имел в виду. Вот что изменилось в охотничьем хозяйстве страны за последние полтора года? С какими проблемами столкнется любой человек, который скажет, что я хочу пойти на охоту? Обо всем этом мы говорим сегодня заведующим отделом охоты и рыболовства Московского общества охотников и рыболов Романом Аношином. Роман Михайлович, здравствуйте, рад вас видеть. Давайте сыграем в простую игру. Я не сведущий человек, но я хочу идти на охоту. Я чувствую себе это природное желание, наверное, многие мужчины ощущают. Что я должен был делать полтора года назад до принятия этого закона? И что я должен сделать сейчас? Ну, во-первых, мне несколько удивительно, что человек в достаточно зрелом возрасте вдруг из ее желания стать охотником. Вот насколько я знаю... А про кризис мужчин среднего возраста вы ничего не слышали? Когда с парашютом из танка пострелять, на истребителя полетать еще и на охоту. Вот из танка пострелять, я понимаю, с парашютом прыгнуть, я тоже понимаю, ну, как бы адреналин там у кого-то недостаточно хорошо выделяется. А вот что касается охоты, то я совершенно убежден, что у человека это в крови. Либо это есть, либо этого нет. И если человек еще в раннем детстве точно знал, что он хочет стать охотником и обязательно им станет, то он ему становится. А вот те люди, которые ко мне обращаются, ну, мои ровесники, там, в районе 50 лет, и вдруг говорят, слушай, Ром, я вот хочу в охотники стать, что для этого надо? Я им, конечно, говорю, что для этого надо, но вопрос у меня всегда возникает. Слушай, брат, а где ты раньше был? Что так поздно? Ведь охотникам нельзя стать просто заплатив взносы, там, принеся фотокарточки нужного размера, сдав требования охот минимума и купив ее. Да, мне как раз очень эта система интересует. Вы же понимаете, в чем суть вопрос? К ней подойдем, да. Да, конечно. Но обычно, как сказать-то, то, что в крови, проявляется гораздо раньше, чем под 50 лет. Хорошо. Кто сегодня может быть охотником, помимо того, что это молодой человек или девушка? Кстати, много женщин среди охотников? Среди охотников женщин много, но я вам не могу назвать цифру. Примерно процент порядок. В Казаховском обществе охотников-рыболовов порядка 126 тысяч членов, женщин из них, наверное, процента 4. Вот так. То есть, немного. Классическое меньшинство – 4%. Итак, что нужно, какие формальности нужно соблюсти, чтобы стать охотником, почуяв, как вы сказали, с детства зуд в крови? 18 должно быть лет или 16? 18. Совершеннолетний. Раз. Два. Кроме того, нужно получить справки о том, что нет непогашенной судимости за умышленное преступление. Нужно взять медицинскую справку. Нужно взять справку о том, что человек не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Нужно принести фотографии, прочитать охот-миниум и по ныне действующему законодательству расписаться всего-навсего в том, что человек ознакомлен с его требованиями. Это нужно для вступления в общество? Вступление в общество. Так, а что это за экзамены? И такие изменения связаны с принятием этого закона или нет? Это изменения связаны с новейшими изменениями в законодательстве. По этому закону 209-му, начиная с 1 июля 2011 года, должен был прекратить действие охотничий билет, который выдан не государством, не является билетом нового образца. То есть, ваша организация? Да, ваша организация. Но, значит, вышло нам некоторое послабление, и наш билет действует до 2012 года, теперь до 1 июля. То есть, еще на год продлить, потому что одно дело сказать, другое дело выполнить. Оказалось, что достаточно много у нас охотников, которым надо менять эти билеты, и вообще так много вопросов было в связи с этим обменом, что невозможно их было решить сразу все. А кто теперь выдает билет? Выдают билет? Мы как выдавали, так и выдаем. Но это до 2012 года. До 2012 года. Мы и дальше будем выдавать. Но это будет членский билет. Простите, я не уловил разницу. Клубный билет, членский билет. То есть, у нас мы являемся охотопользователями угодий Московской области. Так. И в этих угодиях мы, согласно нашей долговременной лицензии, выполняем определенный круг работы. Это биотехнические работы, работы по повышению численности охотничьих животных, работа по охране. Ну, там целый перечень. Короче говоря, мы работаем в этом направлении и поддерживаем определенную численность охотничьих зверей и птиц. Зайцев, Кабанов, что там у нас еще? Косулия, Тетеревов, Бекасов, Пальченопов и так далее. Хорошо. Я все-таки так и не понял. В чем принципиальная разница или, возможно, потенциальная угроза для вас, для вашего общества с принятием нового закона? Кроме того, господи, если у вас 126 тысяч человек, то у нас 126 тысяч животных не найдется в Московской области. Ну, видите, вот пока находилось. И все были довольны. И никто не жалуется, что в Московской области нет ресурсов охотничьих. Они есть. Другое дело, что 126 тысяч членов, это не значит, что все 126 тысяч человек в один прекрасный день берут свои ружья и отправляются в лес. Конечно, нет, так не бывает. Некоторые вооружаются и состоят в обществе охотников, но на охоту не ходят. А ружье держат дома, потому что, например, живут за городом. Да, да, да. Кстати, сколько вот таких вот псевдоохотников? Никто не считал их по головам, потому что человек может 5 лет не ходить на охоту, а потом сосед ему сказал, слушай, ну ты же охотник, пошли. И они отправляются на охоту. Получается, у них нет, это отдельный вопрос. Но таких, я думаю, процентов может быть 40. Процентов 40. Понятно. И принципиально здесь пока что не меняется ничего с только той разницей, что раньше охотничий билет, сначала членство вашей организации будет клубный билет. Простите, вот я так эти нюансы не уловил. Раньше охотничий билет, выданный общественной организацией, у которой есть долговременная лицензия на пользование ресурсами животного мира на определенной территории, он давал право на охоту. С 2012 года, если ничего не изменится, он будет просто клубным билетом, а право на охоту будет давать единый государственный билет, единого образца, который, что-то я еще хотел сказать. Который уже будете выдавать не вы. Будем выдавать не мы, будет выдавать его государство. Ага, то есть первый билет это просто клубный? Да. Это моя персональная интенция, воспользуясь этим словом. Ну вот, допустим, на территории вот этого стола находится карта, да, наше охотничье хозяйство. Мы здесь работаем. Мы на эту территорию пускаем граждан. Вы хитрые. Мы не хитрые. У которых есть ваши... Мы не хитрые. Майер существует с 1944 года. За это время сложилась определенная система охотопользования. И просто так вот это в один день рощерком пера отменить, я не знаю, кто от этого выиграет. Ну, по крайней мере, наши члены от этого проиграют. Давайте-ка я себя еще раз проверю. Значит, у нас получается так. Чтобы стать охотником вообще и иметь возможность взять в руки ружье, начиная с 2012 года, я должен буду получать официальный документ, выданный государственной организацией. Но, чтобы пройти ваши охотничьи угодья, я должен стать членом клуба. Не обязательно. Почему? Мы вас вполне можем пустить в наши охотничьи угодья. Просто для членов клуба это будет одна цена, а для тех людей, которые приходят извне пределов нашего клуба, это будет другая цена. Кроме того, есть пропускная способность хозяйства. И, допустим, чтобы попасть на открытие охоты, наверное, надо быть членом все-таки майора. Понимаете? Потому что желающих очень много, мы же не можем. Ну да, это настоятельная рекомендация, переходящая в повелительные действия. Я правильно понимаю? Не совсем так. Человек-кузнец своего счастья. Понимаете? Ну, если вы хотите на открытие, ну, и в хорошее место, и на базу попасть, понимаете? Роман Михайлович, я хочу понять, насколько реально та беда, о которой говорят, по крайней мере, мои знакомые охотники. Они говорят, что в соответствии с этим, 209-м законом об охоте, фактически все охотничье дело переходит на коммерческую основу. Что так, что не так? Они говорят о том, что только 20% охотничьих угодий будет, условно говоря, государственными. А 80% будут сданы коммерческим организациям. Ну, формально, наверное, так. И не 20%, а не менее 20%. То есть, это может быть и 90% сданы будут государственными угодьями. Другое дело, возникает вопрос, а кто же там будет заниматься охотничьим хозяйством? Кто его будет вести? Кто будет проводить охотчую инфраструктуру, дороги там, да? Кто будет строить базы? Кто будет подкармливать животных? Повышать численность, охранять? Если это будет только та структура, которая сегодня этим занимается, то, наверное, далеко мы не уйдем. А кто сегодня этим занимается? Государство занимается. Ну, государство – это общая формула. То есть, что егерские государственные хозяйства, ну, я не знаю, вот, скажем, Завидова, да? Даже те, кто никогда близко не видел никакого оружия в руках, они знают, что есть такое охотничье хозяйство Завидова. Они знают, что Завидова – это Ельцин, который любил охоту. Завидова – это все там эти несчастные персоны и так далее. Вот это сейчас как? Коммерческая структура или государственная? Про Завидова я вам ничего не могу сказать. Наверное, наверное, все-таки это госкомплекс Завидова, поэтому, скорее всего, это структура государственная. И там, наверное, они не бедствуют вообще по деньгам и особенно не переживают, так сказать, будет им на что завтра покупать корма или поддерживать свою дичи ферму для выпуска уток в годе. У них, наверное, в чем-то и проще. Хотя, не знаю, я с ними не имею такой постоянной надежной связи. А вот что касается общественных организаций, то да, крупные общественные организации, ну, такие как МАИР, сводят с концами на сегодняшний день. То есть за счет того, что членов у нас много и членские взносы они платят. Сколько членских взносов на помощь, пожалуйста? Полторы тысячи. За год. Помножаем на 126 тысяч. Так, понятно. Меня интересует, что будет происходить с теми лесными угодьями, которые будут отданы частным, я не знаю, как это назвать, коммерческим организациям, которые будут использовать охоту и продавать, видимо, лицензии в коммерческих целях. Не произойдет ли это так, как сегодня происходит с рыбными хозяйствами? Когда если мы знаем, что это прикормленный берег Волги, и рыбы здесь клюют, как сумасшедшие, величайшая степень вероятности, что завтра здесь появится коммерческая структура, которая сделает причал, которая сделает гостиничку, баньку и так далее, но установит те цены, которые считают нужным. И мы туда больше порыбачить не сможем прийти. Мне бы не хотелось сейчас поднимать тему рыбалки вообще, потому что закон о рыбалке еще не вышел. Это не тема, это просто параллельно. Да, поэтому давайте остановимся только на охоте, причем на любительской охоте, на спортивной охоте. Нам этого наверняка хватит для первого раза. Так вот, опасность, конечно, такая есть. Такая опасность существует. И, допустим, области сопредельной с московской в значительной степени утратили свои охотничьи угодья, как охотничьи угодья, которые принадлежали общественным охотничьим организациям. Их потихонечку стали разбирать на основании проводимых... Ну, теперь должны проводиться аукционы по новому закону об охоте 209-му. И получается иногда не очень здорово. В том плане, что эти охотничьи угодья принадлежат какому-то хозяину. Как правило, их берут для того, чтобы либо извлечь прибыль, либо как знак статуса. Вы понимаете, о чем я, да? Насколько я знаю... Должна быть дворовая челюсть, должна быть дворовая охота. Ну, да, да. Насколько я знаю, на сегодняшний день еще никому не удалось обогатиться у нас на охотничьем хозяйстве. Хотя посылки такие сплошь и рядом. Если это небольшое охотничье хозяйство, допустим, до 10 тысяч гектаров, это небольшое охотничье хозяйство. И ему, если, так сказать, оно находится в изоляции, непросто вести свои дела и сводить концы с концами. Как правило, они начинают организовывать охоту на виды животных, численность которых достаточно легко поддерживать. В основном это кабан. Кабан чем удобен? Он удобен тем, что его, если кормить, то он будет поддерживать достаточно большую численность. Потому что естественных врагов кабана в природе у нас, за исключением волка, нет. Ну и браконьеры, конечно, тоже его численность регулирует. Вы очень хорошо их к естественным врагам отнесли. Мне-то казалось, они слегка противоестественные, но неважно. Ну, пускай будет так. И какие-то птицы, которых, допустим, можно разводить на дичи ферме и выпускать. Например, это фазан. Ну, серую куропатку у нас иногда разводят, бородатую куропатку, но с ней посложнее. Фазан, ну, не намного сложнее разводится, чем курица. Что вы говорите, руки чешутся, завести собственное фазание фермы. Нет проблем. Обращайтесь, я вам расскажу, как это делается. Так. Так вот. В чем тут проблема? Казалось бы, да, вот хозяйство на 3000 гектар, там у них плотность кабана чрезвычайная. На вышке они ходят, там народ ездит, их стреляет. Беда заключается в том, что, во-первых, как правило, это уже не тот кабан, который живет в природе. Который сускофа, латинское название. А это часто бывают полукровки всевозможные, которые с домашним кабаном, с домашними свиньями каким-то образом контактировали в период гона. И получаются такие чернопестрые свиньи, которые бегают по угодням. И если их хорошо кормить, в принципе, они выживают. И это не совсем вяжется с законом о животном мире. И это такие плотности, как правило, очень плохо сказываются на видовом разнообразии. Потому что кабан, это, в общем-то, свинья, которая всеядна, которая ходит по угодям. И которая в период, так сказать, размножения, в репродуктивный период поедает все, что ей попадется в рыло. А попадается ей достаточно большое количество наземно гнездящихся птиц. В основном это гнезда уничтожает. По нашим данным, ловит она и зайчат. Не она, а они, кабаны, ловят и зайчат. Соответственно, все это нездорово. Но охотничество поставлено в достаточно жесткие рамки. Ему надо получать прибыль. Разводить, повышать численность, кого они еще могут? Лосей. Ну, проблемно это. Зверь ходит широко. Его, так сказать, держат, конечно... Он не знает, что здесь кончается граница территории, которая... Да, он может уйти, да. Что касается других видов разведения. Ну, пока у нас дело это находится в зачаточном уровне. Косули основного охотничьего объекта, допустим, европейского, у нас достаточно мало. И связано это с другим комплексом причин. Могу и об этом поговорить, но это время займет. Нет, мне интересует сейчас другая вещь. То, что многих пугает. Особенно тех людей, которые о законе слышали, но не читали. Вот смотрите. 209-й закон определяет два вида охотничьих угодий. Первый, о котором мы сейчас говорим, это закрепленный тип. Это охотничьи угодья, то есть леса, которые могут быть закреплены. Извините, что я в текст заглядываю, мне важно не ошибиться. За юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Охота здесь на платных основаниях. Это совершенно понятно. Вы только что объяснили, почему это стоит денег. Хотя, думаю, тоже до конца, еще все секреты не раскрыли. Второй тип угодий, это общедоступные. Вот те самые, за которыми должно быть закреплено не менее 20% от общей площади охотничьих угодий в Российской Федерации. И опять же понятно, что где-то это будет 20%, а где-то будет 90%, потому что там зверей нет. И в коммерческой структуре делать нечего. Я, может быть, слегка преувеличиваю сами проценты. Объясните мне, пожалуйста, что значит общедоступные охотничьи угодия? Кто там сможет охотиться? Общедоступные угодия для того, чтобы там могли охотиться все граждане. То есть человек обращается в государственный орган, специально уполномоченный, платит 400 рублей, ему дают разрешение за оформление, которых он платит, эти 400 рублей, за бумагу. Если он бумагу утрачивает, он потом обращается, ему выписывают дублика уже за 200 рублей. И отправляются в эти угодия, в сроки охоты, конечно, и там добывают объекты животного мира, которые предусмотрены в данном разрешении. То есть фактически от лицензии на убийство только животных? Ну, я бы не назвал... Как сказали бы представители общества зеленых. Да, я с ними не совсем согласен, поэтому я этот термин не стал бы здесь использовать. Правильно ли я понимаю, что за эти 400 рублей эта цена, кстати, сохранится? Закон как-нибудь оперирует ценами? Нет, пока 400 рублей как было, так и есть. Остается. Итак, у меня есть ружье, у меня есть лицензия, за которую я заплатил 400 рублей. Я отправляюсь с началом охотничьего сезона на те территории, которые являются общедоступными. Скажите, пожалуйста, а что происходит с ценой? Ведь, наверное, за полтора года можно говорить о каком-то прецеденте. Если я иду в охотничьи угодья закрепленного типа, то есть те, которые сданы в аренду частным лицам, коммерческим организациям, юридическим лицам и так далее, и так далее. Тут все зависит, насколько я знаю, либо от размеров угодья. Чем они меньше, тем охота получается дороже, потому что им выживать надо. Либо это зависит от особенностей руководства данными угодьями. Если для них это чисто коммерческая организация, то они стараются получить там достаточное количество, вернуть затраченные средства. Но и большие хозяйства, которые каким-то образом... Там бывает и по 100 тысяч частных хозяйств, 100 тысяч гектаров. Их часто берут, в общем-то, для себя и берут состоятельные структуры, состоятельные организации. И для них, в общем, цена вопроса неинтересна. То есть нас с вами, они туда могут и не пустить, если закрепленные угодья. Ну, скажут, вы тут нам не нужны. Каким-то образом для местного населения они там охоту эту проводят, вернее, пускают туда в угодье за умеренную плату. Потому что, ну, как местных не пустить, да, они сами придут. А тут, ну, хоть маленькие деньги, но все-таки никакой-никакой пригляд за ними осуществляется. Что вы говорите? Я-то думал, что главная проблема будет в том, что высокие цены. Оказывается, проблема состоит в том, что кое-куда вообще могут не пустить. Да, конечно. Кстати, закон это оговаривает. Вы взяли в аренду часть леса. Вы заплатили, выиграли на аукционе право арендовать эту землю. Вы проводите определенные работы. Ставите кормушки, там, егерские домики, назначаете егерей и так далее, и так далее. Вы все это делаете. Вы имеете полное право сказать, все, больше никого не пускаю. Это мое. Просто так сказать нельзя. Но есть пропускная способность, есть квоты и лимиты. Мы не можем перепрыгнуть через них. Нам это и не надо, потому что мы-то как общественные организации в первую очередь заинтересованы, чтобы охота носила не истребительный характер, а совсем даже наоборот поддерживать достаточно высокую численность зверей и птиц в угоде. Поэтому иногда мы вынуждены ограничивать количество охотников, которые к нам в угоде приходят по охотнице. Посредством выдачи разрешения. Или не выдачи. Или не выдачи. Путевку. Мы даем путевку на охоту. Разрешение путевку. Мы можем ее и не дать. Особенно, если человек, как мы уже говорили с вами, не является членом Московского общества охотников-рыболов. А, допустим, является членом охотничества динамо. Те, кто нас смотрит сейчас в Калуге, они запомнили этот ваш совет. Да ради бога. Возникает два вопроса. Первый вопрос. Где гарантия того, что коммерческая структура, как бы она ни называлась, будет действительно поддерживать, следить за правилами охоты и поддерживать нужное количество животных? Вот следить за этими лимитами. Это первый вопрос. Ну, про гарантии много тут. Существует, ходит и бытует всевозможных смешных историй. Например? Но гарантию, наверное, дать не может никто. Другое дело, что могут ведь и лицензию у них отозвать, если они будут уж совсем вести себя неправильно. Каким образом? Ну, по суду. Долгая история? Долгая, и пока я таких прецедентов не знаю. Хотя, наверное, они могли бы быть. Давайте я переформулирую вопрос. Мы почти все ругаем государство. Но почему-то каждый раз к государству прибегаем как к третейскому суде, да и вообще к главному суде. Мы считаем, что если государственное, значит контроль и учет там налажены лучше. Пусть жизнь нас много раз убеждает в обратном. Все равно мы верим. В случае с охотничьими угодьями, можете ли вы сказать, что сегодня, скажем, передача охотничьих угодий на коммерческих условиях частным структурам гарантирует больше порядка, чем оставление их за государством? Я так думаю, что, скорее всего, наоборот. Скорее всего, порядка-то может и не прибавиться. Во всяком случае, понимаете, становление охотничьих хозяйства на какой-то территории – это довольно долгий процесс. Для того, чтобы его наладить, нужно привлекать специалистов. Много ли их сейчас действующих? Боюсь, что не очень их много. Кроме того, попытка извлечь прибыль любой ценой, а они находятся в таких хозяйствах, часто между молотом и наковальнями, им же надо как-то деньги свои отбивать вложенные, приводит к тому, что направление работы данного хозяйства может идти вразрез с интересами, допустим, животного мира, обитающего на данной территории. Вот как, на первый взгляд, странно это звучит. Ну, вот я вам пример с кабаном приводил, допустим. Да, я не ожидал, что есть такой полудикий кабан. Да, дело даже не в том, что есть полудикий кабан, но и тот кабан, который дикий и который возится на наши территории – объект охоты. Охот – это объект, он желательный, но объект животного мира, он не всегда желательный. Если немножко заглянуть в историю, то кабан у нас вообще-то появился на рубеже 60-70-х годов прошлого века. До этого кабана у нас здесь не было. Северной границей распространения кабана на европейской территории СССР тогдашнего была изолиния, насколько я помню, 40-сантиметровой высоты снежного покрова. Это как раз по брюху кабану молодому. Дальше они не шли, потому что им, ну, как бы зимой тяжелые условия, бесконечно. Одну секунду, я вспоминаю, что было во время русского средневековья и по летописям, но, пожалуй, вы правы, да. Князья охотились на кабанов, но это была южная, скорее, Русь. Ну да. А Москва, она относилась к северо-восточной Руси в то время. Короче говоря, занялись акклиматизацией кабана у нас где-то вот в начале 70-х годов, в конце 60-х. И стали сюда высокоорганизованные хозяйства, государственные, завозить кабана в достаточно больших количествах, в том числе за виду. А да, оно называлось, насколько я помню, заповедное охотчее хозяйство. Кабана завозили со всей территории СССР, начиная от Дальнего Востока и из плавания Дальневосточных, там, при Ханкайской низменности. Завозили его из дельты в Волге, завозили его из низовья в Дона, завозили его еще с Карпат, Прикарпатия. И самый северный завоз, насколько я знаю, осуществлялся из Беловежской пущи. И весь вот этот вот, все эти звери оказались сосредоточены здесь, на центральной полосе России. Что произошло? Произошло, произошел гетерозис. То есть, различные расы кабана, поскольку они оказались на одной территории, они, естественно, стали между собой спариваться, и достаточно жизнеспособное поголовье в результате мы получили. Кроме того, его усиленно охраняли, потому что все это затратно, все это проблемно, его хорошо кормили, охраняли, и численность его стала расти усиленно. Он стал распространяться вширь, стал двигаться на север, и к 80-м годам уже дошел до побережья Белого моря. И тут дело не только в подкормке, а дело еще и в том, что сельское хозяйство у нас в то время был ударный фронт. На полях оставалось, как мы все помним, достаточно много картошки после того, как студенты ее там убирали. Ну, все это было на руку, на лапу, на копыта кабана. Так, оказывается, я в свое время внес вклад в разведение, в поголовье кабана. Да, да, да. Так вот, кабана стало больше, но проблем меньше, к сожалению, не стало. Потому что, когда много кабана, его же надо промышлять, не всегда это удается. Есть такие угодья, где его взять крайне сложно. Вот, подкормка там, допустим, не ведется, а вот где-нибудь в Тверской области, где проводили хемуход за лесом, поливали его с самолета Ан-2 бутиломой фирмы 2-4Д с целью подавления роста молодняков листьяных, да, чтобы лучше хвойные культуры росли, которые более ценные. Там получались совершенно непролазные дебри, то есть, если подавить точку роста верхнего, да, дерево начинает расти. Сторожно, конечно. И туда влезть было просто невозможно. Кабан там чувствовал себя вольготно и охотился там на него в основном волк. Вот, ну, тоже не всегда успешно, потому что молодняк, конечно, он прекрасно подбирает, а взрослого, сикача, волку взять трудно. Неизвестно еще, чья возьмите. Вы знаете, это плавно мы перетекли в жанр рассказа о животных. Брэм или Дроздов, выбирайте сами. Все-таки, к охоте. Что лучше знаю, то и рассказываю. Вы уж извините. Так, так если перевести вот эту дивную совершенно картину роста поголовья дикого кабана, какое это имеет отношение непосредственно к сегодняшним проблемам охоты в России? Мы касались этих проблем. Первая проблема – это кабан, к сожалению, негативно сказывается на биоразнообразии. Это я понял, да. Второе – увлечение разведения кабаном, охотничьих хозяйств, которые поставлены в такие условия на сегодняшний день, тоже сказывается тем же самым образом, как мы понимаем, да, посредственно, через кабана уже. Третье – кабан, поскольку оказался вид из копытных наиболее технологичным в повышении его численности, может быть, если бы его не было, охотничьих хозяйствах занялись бы, например, косули, или ланью, или пятнистым оленем, то есть видами, которые гораздо меньше конкурируют, ну, не непосредственно, конечно, а посредственно, да, с другими объектами животного мира. Потому что проблем сейчас у нас достаточно. Вот, например, с Зайцем у нас достаточно тяжелая ситуация сложилась на территории Московской области, но не только. Вот все, насколько я знаю, все районы, которые восточнее Москвы находятся, Зайцем обделены, а охота – это, в общем, так сказать, на мой взгляд, излюбленная, и у нас есть целый, ну, как бы, слой охотников, гончатников, да, которые занимаются исключительно, ну, не исключительно, а стараются заниматься охотой на зайца. А объекта охоты, к сожалению, нет. Вот такая ситуация. Это кабан, я считаю, тут внес свою лепту, к сожалению. Ну, второй вопрос, который связан как раз с лимитами. Естественно, возникает такое. Я вам буду задавать время от времени вопросы из галерки, да? То есть, публика, которая заинтересована, но деталей не знает. Лучше меня простить. Вопрос такой, а кто будет, может ли частная структура, которая, собственно, теперь представляет собой охотничьего угодья, может ли она сама себе устанавливать эти лимиты? Если нет, то кто эти лимиты устанавливает? Лимиты структура частная устанавливать себе не можно. Устанавливает ее государственный орган на территории Московской области, Министерство сельскохозяйств и продовольствия Московской области, при котором есть управление регулированием, которое на основании зимних маршрутных учетов, которые проводят, допустим, МАИР проводит, охотпользователи, и которые обрабатываются, по ним определяется общая численность основных объектов охоты, ну, копытных, и на основании вот этой общей численности по утвержденным нормативам выделяются лимиты, квоты, по которым, соответственно, охота и проводится. Да, все, галерка замолчала, но тут же другой вопрос. Вы знаете, я поговорил с одним человеком перед тем, как говорить с вами, и он сказал, что я ничего не понимаю, что 209 закон на самом деле не закон для внутреннего употребления. Этот человек провел аналогию между африканскими странами, где мы знаем уровень браконьерства и истребления редких животных, достиг того уровня, что некоторые практически были истеплены. Потом мы знаем, что произошло. Призовая охота, разведение крупных животных, действительно уникальных животных, продажа дорогостоящих лицензий на их отстрел, когда выяснялось, что каждый убитый носорог, на самом деле, это был не убитый носорог, это было два новых носорога, потому что деньги, полученные за лицензию, позволяли разводить и увеличивать их по голове. И что на самом деле Владимир Путин, уж если мы говорим о самом высоком начальстве, неоднократно говорил о том, что Россию нужно превращать в страну привлекательную для центров международного охотничьего туризма создавать и так далее, и так далее. И что на самом деле 209 закон, отдавая до 80% охоты угодья в частные руки, будет создавать Россию с точки зрения охоты по образцу, в Кеннипом запрещена сейчас охота, в Найробе и так далее, тех африканских стран, которые сделали у себя Мекку для охотничьего сафари. Что вы можете сказать? Было бы, конечно, здорово, если бы... А, то есть, такой страх вы приветствуете? Было бы здорово, но, к сожалению, в обозримом будущем, боюсь, что у нас такого не выйдет. Во-первых, не надо забывать, что призовая трофейная охота среди населения России не являются приоритетами. У нас охотников как бы можно разделить на две основные категории. Это охотники-любители, спортсмены, да, и охотники по мясу. Ну, еще были, которые охотники специализировались по пушнине, но сейчас пушнину девать некуда, поэтому... А добывается она все в Греции по очень низким ценам? Да, видимо, так. Китай, не знаю, где она добывается. Ну, короче говоря, если там в конце 40-х, в начале 50-х годов, я уже не помню, боюсь назвать точную цифру, но поступление в государственный бюджет пушнина имело такое, что он исчислялся в целых процентах. Не знаю, может быть, это 4%, может быть, 6%. Сейчас вообще ничего, насколько я знаю. Но это мы все время отвлекаемся, потому что... Какой вопрос не коснись, это целый комплекс проблем. Поэтому не совсем понятно, что будет с охотниками-любителями, которые в основном ходят охоту не за трофеями, а ради процесса. Таких вообще-то в центральном регионе у нас, в Москве, в Московской области, и не только, в Владимирской, Тверской, таких, в общем-то, большинство. И я так боюсь, что вот это большинство будет под ногами путаться. У кого? Крупных корпораций, которые выиграли аукцион на право аренда охотничьего хозяйства? Допустим, эти крупные корпорации захотят выращивать у себя трофейного кабана с бивнями. И чтобы такой кабан вырос, нужно, чтобы прошло несколько лет. Его надо не беспокоить, его надо охранять, его надо кормить. А тут появятся гончатники, скажем, которые... Это совершенно самостоятельная категория охотников. У них даже язык свой. Он, может быть, фланговым можно назвать. Ну, неважно. Короче говоря, которые держат собаку для того, чтобы охотиться с ней в основном на зайца. Ну, полисей еще работает иногда по копытному, но в основном, основной объект охоты – это зайца. У меня возникает колоссальное сомнение, что этих охотников даже за большие деньги пустят в эти угодья, где выращивают трофейный копытный живот. Чтобы не потревожить как раз трофейного кабана. Конечно. Обязательно. Роман Михайлович, давайте вот... Вы говорили, что этот стол, допустим, это наша карта. Ну, вот представим, перед вами карта охотничьих угодий. Мы здесь легко можем наделить какие-то половинки и так далее. Я знал, что сейчас вот до принятия, точнее, до того, как полномасштабно начал действовать 209-й закон, здесь кабан, здесь заяц, здесь водоплавающая птица, здесь как, поправьте меня, если я буду ошибаться в терминах, птица, которая живет в чаще, как ее зовут? Чаще? Боровая дичь. Боровая дичь, да? Вот мы знаем, что я сейчас могу вступить в ваше общество. У меня есть охотничий билет, у меня есть оружие, я могу идти на охоту с началом сезона и так далее. Если я регулярно плачу взносы, часто хожу на охоту, часто получаю путевку. Видимо, у меня больше шансов попасть на открытый сезон. Вот, я правильно представляю, сейчас карта эта выглядит примерно так. Ну, с упрощением, естественно, с каким-то. Правильно ли я понимаю, что в результате действия 209-го закона, эта карта может выглядеть точно так же, но здесь кабан, ну я сюда не приду, потому что мне не продадут просто-напросто сюда путевку. Все, в аренде, под Газпромом, под Транснефтегазом, под, бог знает какой еще, под Газпромбанком, под Внешторгбанком и так далее, и так далее. Здесь, допустим, Заяц, но сюда я прийти тоже не могу, потому что это тоже частная компания. Или она мне загнет такую цену, что никакая моя любовь к охоте, как к процессу, не заставит выложить эти деньги. Зверь будет, все будет, только меня не будет. Я правильно понимаю? Ну, ваши опасения имеют почву под собой. Такое, в принципе, может быть. Ну, конечно, унтрировано, но на самом деле, да, вы правы. В некоторых областях охотники приезжие просто не могут пойти на охоту, потому что цены там таковы. Например? Ну, в Ярославской области у нас там очень хорошо требуют. Там, допустим, охота весной на вальшни по натяге, там, ну, сотнях рублей, я не помню, сколько там, может, 200 рублей. Вот, но не совсем понятно вообще, почему такие деньги-то. Это считается дорого? Ну, в принципе, у нас в Московской области там 30 рублей, 60 рублей, так вот, в день охоты весной стоит. Ну, смотря на какие виды. Вот. Дорого, конечно. То есть, у того человека, у которого ружье передалось по наследству, который живет в регионе, где зарплата в 10 тысяч рублей уже считается, ну, нормальной зарплатой, да, как это в Рязани, как это в Вологде, как это в Иваново, а 15 тысяч, так просто замечательная зарплата, он просто не потянет эту охоту. Там есть какие возможности, допустим, та организация, которая под себя взяла эти угодья, она может организовать свой охотничий клуб для местных. Ну, или не для местных. Вы можете из Москвы приехать и туда вступить, да, и тогда вам будет, вы будете платить годовой взнос, допустим, да, 5 тысяч, к примеру. А за охоту будете платить уже за день, там, не тысячи рублей, а 100 рублей. Вот, может быть, удастся пойти таким путем. Но они-то все посчитают, на самом деле. Надо им это или не надо. Либо, если, как вы сказали, вот такие крупные организации, там, ну, Газпром, допустим, ну, я думаю, что им просто это не надо будет. Ну, вы понимаете, зачем это? Они там построят базы, будут туда приглашать гостей, делать, организовать свои вечеринки, делать свои дела. Мы сбоим лишним на этом празднике жизни, скорее всего. Ну, такие прецеденты есть, я не буду называть. Я не уверен, что вы правильно использовали будущее время для обозначения проблемы. Возможно, это настоящее. А я этим и закончил. Хотя это такой смех сквозь слезы, простите. Возникает еще один вопрос. Вот мы слышали об этой истории, которая произошла на Алтае с разбившимся вертолетом, с семью погибшими людьми, которые вели охоту, по неофициальной версии, на горных архаров. По официальной версии, архары были мертвы. На горных баранов. Баранов, да. Снежный баран, да, называется. Бог знает, отчет животное погибло. А, по крайней мере, суд не признал и не установил фактов бракомирства. Ну, еще. К сожалению, общественность у нас, я не знаю, к сожалению, ну, так уж получается. Общественность у нас такая, да, как вот мы с вами узнают об таких случаях только в том случае, если упал вертолет и есть жертвы. Причем среди людей, а не среди баранов. Да. Если бы вертолет благополучно совершил бы эти действия, я не могу назвать это охотой, все было бы нормально. То есть, ну, там наверняка делали свои дела, приехали люди, их решили свозить на охоту. Ну, иногда кого-то в баню там приглашают, да, кого-то там на охоту, вот. Там где-то недалеко от, по времени от этого случая был случай, когда там на внешней подвеске медведя, ну, тоже застрелились в вертолет, стали подымать и там зацепили винтом какую-то охватную ель, и он тоже туда свалился, вертолет. Вот. Ну, наверное, вертолет все-таки не предназначен для такого рода действий. А вопрос к галерке. 209-й закон как-либо определяет те виды охоты, которые разрешены, а которые запрещены? Ну, в принципе, у нас вся охота, за исключением охоты в целях регулирования численности с применением автотранспорта и мото, да, и даже лодки с невыключенным мотором является незаконной. Но, к сожалению, такие факты даже на территории Московской области имеют место быть, и это мы точно знаем, потому что, как бы, здесь живем. И наши глаза и уши в количестве примерно 600 человек все это наблюдают, ну, наш персонал, наши штатные работники. Вот. А прокомментируйте тогда, пожалуйста, вот этот еще один скандал. Февраль, да, когда егерь Андрей Григорьев, это Зарайский район, пытался задержать чиновников, которые вышли на незаконную охоту. Еще один егерь, Александр Давыденко, в том же месяце встречался с чиновниками-браконьерами в Дмитровском районе. И в итоге, да, причем я перечислю, что среди тех, кому Григорьев и Давыденко помешали охотиться, были, предположительно, депутат из Луховицы, начальник управления промысловой геологии Газпрома, уже сегодня поминали эту организацию, гендиректор Коломенской транссети, егерь Дмитровского охотхозяйства, генерал из Центрального аппарата МВД, сотрудник Московского охранного агентства. По некоторым еще данным, употреблю слово, предположительно, там же были начальник УВД Дмитровского района и зампрокурора Дмитровская прокуратура. Против обоих егерей были возбуждены уголовные дела. Они не егеря. Это Доводенко и Григорьев, сотрудники ГУ Московского охота управления, которые занимаются охраной угодий. Егеря это у нас. Но у нас егеря не имеет права составить протокол по ныне действующему законодательству, поскольку они не государственные работники, а работники общественной организации. Они могут составить только сообщение и передать его тому же Доводенко. Григорию Доводенко. Да, да. Они могут принять какие-то меры или этого не сделать. Что касается этой истории, к сожалению, такие истории случаются довольно регулярно. И комментировать, ну что их комментируете так, все ясно. В каком сейчас состоянии дела вам что-либо известно? Мне известно только то, что в средствах массовой информации пишут. А именно, что был суд, и Григорьева что-то присудили, я не знаю. Условно там. То есть, в общем, кончилось все так, как и должно было кончиться, но, к сожалению, совсем не так, как хотелось бы. Ну, нам, допустим. Кстати сказать, тот же 209-й закон как-либо оговаривает численность вот этих официальных государственных контролеров, будем их так называть, в пересчете, не знаю, на площадь охотничьего хозяйства и так далее. Я вам просто приведу две, нет, три даже цифры. Вот у меня справочка. Красноярский край. На одного охотинспектора 78 тысяч квадратных километров. Неплохая территория. Якутия 80 тысяч. Калмыкия 12 тысяч. А вот реально... Это еще цифры, так сказать, щадящие. Есть места, где и пожиждают. Нет, конечно. О чем тут можно говорить? Поэтому, поэтому... Браконьерство будет продолжаться? Так я не вижу никаких оснований, что оно вдруг прекратится. Причем, тоже вопрос. Смотря что называть браконьерством. Вот сейчас правила охоты действующих нет. Они отменены, а новые еще не вступили в силу. Ну, допустим, когда они были, существовали правила охоты. И существовали люди. Простите, правила охоты – это подзаконный акт к закону? Ну, по сути дела так. И существовали люди, которые испокон веков ходили на охоту. Жили они где-то там, допустим, не в Московской области, а далеко за ее пределами. Может быть, даже за Уралом. А может быть, на плоту Путорана. И их жизнь никак не связана с охотчим законодательством. Они сами определяют, где брать, как брать, сколько брать зверя. И делать это таким образом, чтобы он оставался. Потому что это у них источник существования. Вот, не знаю, как здесь-то говорить вообще мы можем. Это вопрос к вам. Потому что я понимаю, я могу понять браконьерство, когда нет другого источника существования. Могу ли я его оправдать – это другой вопрос. Но понять можно. Нужно кормить семью. Рыба идет на нерест. Ловить ее можно? Нет, нельзя. Но когда у тебя дети не кормлены. Есть заяц. Охотничьего сезона нет. Но дети голодные. Это все понятно. А второй тип браконьера – это вот те люди, которые с погонами и с лампасами. Для которых это такая забава. Каких сейчас браконьеров больше? Вы понимаете, вы вольно или невольно подняли еще один такой пласт. Вообще бездонный совершенно. Тем для обсуждения. Каких браконьеров сегодня больше, я сказать не могу. Я их, к сожалению, не имею возможности пересчитать. А может, к счастью, не знаю, чем бы все это кончилось. Вот. Тут другая еще тема существует. Вот охота, на чем она вообще основывается? Вот я не знаю, как вы считаете. Но я точно знаю, на чем. Охота у нас в России основывается на охотничьей традиции. Эти охотничьи традиции были заложены еще до уложения царя Алексея Михайловича. Там 1650-х годов, которые было. Начинать охоту по птице с Петра во дня. Ну и так далее. И еще, видимо, и до того были какие-то определенные правила, которые требовалось соблюдать. Так вот, охотничья традиция передавалась у нас каким образом? Она находила свое отражение в литературе. Охот-миниум существовал. Да, каждое общество охотников в свое время издавало свой охот-миниум. Для того, чтобы стать охотником, будущий охотник должен был его, этот охот-миниум, тщательно изучить. Кстати, несколько раз это слово, извините, если я его перебил, употребили. Объясните, пожалуйста, для тех изгалерки, которые не знают, что такое охот-миниум. Охот-миниум – это свод уложений правил и способов охоты в одной книжке, под одной обложкой. Там написано все, начиная от поверхности, конечно. Начиная от того, как снаряжать патроны правильно, и окончая, как, допустим, правильно портенки наматывать. Ну, образно говоря. То есть, это вот тот самый каждый охотник должен знать. Да. Где сидит фазан, и как наматывать портенки, он тоже должен знать. Так вот, до 80-х годов приблизительно существовал кандидатский стаж. То есть, человек, вступающий в охотники, на основании заявления получал кандидатскую карточку. Наклеивали его фотографию, и он целый год был кандидатом. Считалось, что за это время охотник с теми двумя охотниками, которые дали ему рекомендации, и написали их в его кандидатскую карточку, ходит на охоту, обучается всем охотничьим премудростям, и, кроме того, перенимает те самые охотничьи традиции, которые тянутся с незапамятных времен у нас. На сегодняшний день у нас произошли какие изменения? Что охотникам стало стать намного легче. Никакого кандидатского стажа на сегодняшний день не существует. С одной стороны, может, это и хорошо. С другой стороны, что это облегчило, так сказать, процесс вступления в охотники. Но практика показывает, вот мы делали специальный опрос социологический, что количество молодых охотников, которые имеют охотничий стаж до трех лет, сильно сократилось. То есть популярность этого дела резко снижается. Ну, я не знаю, что-то в обществе может происходить, какие-то изменения, и это стало уже людям неинтересно. Но вот это имеет место быть. Так вот, если отходить от охотничьих традиций, и в которых совершенно точно написано, что не надо, допустим, стрелять по стае птиц в кучу, не надо, допустим, поджигать растительность, чтобы оттуда заяц вышел, не надо, так сказать, проводить охоту в случае, если животные находятся в бедственном положении, то образовалась целая категория охотников, назовем их так, они же члены охотничьего общества, которые охотятся так, как они считают нужным. То есть они заплатили, у них есть хорошее ружье, транспортное средство, снегоход, допустим. И которые они с успехом применяют, так сказать, для того, чтобы провести свое время хорошо. Они считают, что деньги, которые они заплатили, дают им лицензию на все, что они хотят. В принципе, да. Или, допустим, есть стена, ничем не заполненная над камином, которую надо украсить головами, допустим, каких-то там снежных паранов, козерогов. Таксидермисты процветают? Конечно. На сегодня это доходный бизнес. Ну так вам нужно с ними объединяться в одно общество? У нас есть таксидермическая мастерская. Ну вот, собственно, я попытался ответить на ваш вопрос. У нас сегодня разговор не об охоте совершенно зашел. Он зашел о том, что будет происходить в стране, который решил, что за деньги можно все. Точнее, страны решать не могут, а вот люди, образующие народы в этих странах, они могут решать. Вот такую картину он нарисовал. Ну, у меня к вам еще несколько вопросов под занавес. Первый вопрос – это вот оттуда, от галерки, от секции зеленых. Она у нас незримо все время присутствовала. Мы знаем, что определенные виды, традиционные виды охоты, ну, например, псовая охота на лесу в Великобритании сейчас запрещена. Я сам был свидетелем, как там бурно обсуждалось. Ну, и, конечно, эти кадры, когда просто собаки разрывают лесису в клочья. Не слишком эстетическое зрелище, я своими глазами видел. А что с такими видами охоты в соответствии и с 209-м законом, да и просто со всей жизнью в России происходит? Многие говорят, что необходимо прекратить охоту на зайца, где эти замечательные борзы, летящие, это называется, полевые испытания, да, если я не ошибаюсь. Когда они очень красиво летят, как на картине Сомова, да, вот вытянувшись в линию над полем, но от зайца они тоже мало что оставляют. Ну что, зайца они все оставляют. Ну, задние лапты. Ну, да нет, ну не рвут они, ну что. Снимается сразу собака, которая рвет дичь, снимается. Тем не менее, многие считают, что разница между псовой охотой и, допустим, капканом не так уж и велика. И что эти виды охоты должны быть запрещены. Ну, а эти люди, я не знаю, они, может быть, ботинки носят кожаные. Чтобы сделать кожаные ботинки, надо с кого-то взять кожу, да? Они не заходили на мясокомбинат, смотрели, как там все это происходит? Пусть зайдут, посмотрят один раз. Ну, это так, отступление. Короче говоря, охота – это национальное достояние, это культурный слой. Понимаете? Человек всю жизнь охотится. И охота – это в крови у человека. Это как любовь. Ну, и разновидность своего рода, да, любви. Любовь к охоте. В тех случаях, когда охота проводится правильно, существовало даже когда-то общество «Правильная охота», да, когда охота проводится правильно, у животного всегда остается шанс избежать того, чтобы не попасть на сковородку. Поэтому все разговоры о том, что охоту надо запретить, ну, как, люди пытаются себе, может быть, нажить какой-то капитал политический, там, я не знаю, социальный. Ну, Роман Михайлович, я думаю, что вы пытаетесь более сложное явление выдать за более простую. Да что он, Лайма Вайкуля, которая бы вас простерзала на выходе из студии, случаясь она здесь, я бы не про студию, а про Лайму Вайкуля, как те самые английские псы, ту самую английскую лисицу. Она что, ради популярности? А Бриджит Бордо? Да бог с вами, у них так популярности хватает. Ну, часто люди начинают судить строго о том, о чем они не имеют понятия, на самом деле. Может быть, это тот случай. Вы не боитесь, что охота, и вы приводили этот пример с уменьшением числа молодых охотников, вы не боитесь, что она? Мы-то можем обсуждать 209-е законы, можем обсуждать поведение крупных корпораций, которые ведут себя так, как они считают нужным. Можем многое что обсуждать, а охота – все-таки явление в современном мире вымирающего. Да это не только в России. Во Франции все то же самое. Где эти самые несчастные провансальские дубовые подлески, которые там, блаем в охотничьих собак украшались? Все меньше лают собаки. И в Германии то же самое. И во всей Европе. Позволю себе с вами не согласиться. Например, во Франции охота на зимовку продолжается 5 месяцев с лишним. Охотятся они, у них там культовый вид такой, есть вальшник, знаете, наверное, да? У нас тоже на него охотятся. Так вот, охотятся они там на него 5 месяцев. Охотятся в основном с собаками. Отстреливают они у себя там примерно 1,2 млн. тысяч вальшников. Поэтому говорить о том, что у них там охота отмирает, вот даже по одному вот этому показателю, я бы на себя смелости не взял. Есть страна Италия. Она меньше по площади Франции. Но там отстреливается того же вальшника. 1,5 млн. тысяч. Это оценки их, это не наши. Понимаете? Я вот был тут некоторое время назад в Питере на конференции по вальшникам, дупелям, бекасам и гаршникам. Она была международной, там в том числе были французские охотники и члены этой рабочей группы. Вот. И, так сказать, на сегодняшний день я не вижу оснований говорить о том, что где-то в Европе охота отмирает. Более того, если взять, ну это вальшник, да, птица. Я догадываюсь, да. Я понимаю, что это не копытные. 420 грамм. Да, можно взять охотно-копытных, да. К примеру, в странах Финоскандии, там где-нибудь в Финляндии, лосей отстреливается больше, чем у нас здесь. С успехом отстреливают. Или взять там Польшу, да. У них там основной объект охоты это косули. В Чехии то же самое. Косули там очень много. И это о том, что охота куда-то у них там исчезает, ну не знаю. Я об этом ничего не слышу. Хорошо. Беру свои слова назад. Но вы знаете, что Россия это не Европа. Хотя порой очень удачно маскируется. Это та причина, по которой даже европейские схемы, европейские законы, европейские методы, будучи механически перенены сюда, так не работают, как там, или работают даже прямо в противоположную сторону. Вот с учетом этой поправки. Ну давайте, нам остается несколько минут до конца программы. Давайте поиграем в эту прекрасную игру, если бы директором был я. Если бы закон писали вы. Если бы вы могли принять какие-то западные правила. Пожалуйста, вам полная свобода. Что бы вы сделали? Я бы, наверное, взял за модель охотничьего хозяйства какой-нибудь близкой нам страны. Например, Белоруссии. Где на сегодняшний день, насколько я знаю... Там хорошо идет охота только на оппозицию, по-моему. Да, но с оппозицией отдельный вопрос. Мы говорим только об охотничьем хозяйстве. Я не знаком с господином Лукашенко, и эту тему мы оставим за скобками. Но вот что касается спортивной охоты, любительской охоты, то она у них получается так, что организована лучше, чем у нас. Более того, наши отечественные охотники зачастили не только в Африку ездить, это не всем по карману стрелять пятерку в их, но и, допустим, Белоруссии. В принципе, возвращаются довольные, потому что охота организована неплохо. А с чем отличие? Вы знаете, если сказать поверхностно, то ни в чем. Или в том, что охота у них хорошо организована. Ну, что ты сказал, что очень хорошо организована? Ну, у них все то, чему то имеет место быть, к чему мы стремимся. У них налажена охрана, налажена биотехния, высокая численность охотчих животных, обученный егерский состав. И человек, так сказать, который собрался там на охоту, с достаточно большой долей вероятности, может эту охоту получить. Не только результат, но и процесс. Потому что охотникам-любителям зачастую процесс охоты, чтобы ему не мешали. Процесс охоты – это взаимодействие охотника, собаки и охотничьих угодью. Вот, чтобы этот процесс был. Чтобы собака отработала, чтобы она подняла, а там уж, как говорится, добыл, не добыл – это вопрос последний. И не самый важный. Так Беларусь – это что, собаки другие, охотники другие или охотничьи хозяйства другие? Налаженный процесс, вот ничего другого. Ну, что это значит? Вот объясните, просто объясните, как абсолютно. Ну, представьте перед вами шестилетний ребенок. Ну, не знаю, может нас смотрят сейчас в Беларуси, и они меня пригласят туда на охоту. Я бы тогда точно посмотрел бы. Это у вас теоретическое знание. Наверняка бы точно знал бы, в чем именно. Я пока только со слов тех, кто там побывал на охоте. Вот они все дружно говорят, что там процесс налажен. Охота у них налажена. И там нет сдачи охотничьих угодий в аренду коммерческим структурам. И там все контролирует государство. Очевидно, да, роль государства там достаточно высока. И вы всерьез предлагаете к этой модели у нас вернуться? Я не уверен, что к ней надо вернуться. Но, может быть, и мне кажется, что я уже что-то стал забывать, и что та модель охотничьего хозяйства, которая была у нас при развитом социализме, да, слово уже стало ругательнее. Но мне кажется, что та модель была более интересна с точки зрения основной широкой массы охотников. Тогда знаете, какая произойдет вещь? Вот этот 209-й закон. Да, полтора года он принят. В России ведь принятие закона – это не финал. Вот начало. Дальше будет масса дополнений, изменений, уточнений. От 30 до 40. Подзаконных актов надо принять, чтобы он заработал. Все это мы понимаем. И система свода законодательства «Гарант» никогда не застынет. И всегда всем будет давать работу. Но, тем не менее, если такова действительность. Продолжите ваше дополнение, изменение, улучшение. Это сильный вопрос вообще-то. Наверное, не формат. Как это не формат? Не в форматах передачи. Ну скажите, да поделитесь. Ну, наверное, все-таки, поскольку я работаю в крупной общественной охотничьей организации, я бы предложил такого рода организациям, которые имеют достаточно большой опыт, хорошие результаты, которые они показывают в течение длительных лет, и имеют развитую инфраструктуру, обученный штат им предложить все-таки гораздо большую самостоятельность в плане проведения охотничьего хозяйства, чем это на сегодняшний день. Что значит, что большую самостоятельность не понял? Какую еще свободу вам нужна? Нам? Ну, например, мы бы хотели все-таки проводить, не только проводить учеты, да, но и сами выбирать лимиты и квоты. И эти лимиты и квоты, у нас же много хозяйств, да, сейчас вот они эти привязаны жестко к одному хозяйству, да, то есть, допустим, вот в этом хозяйстве, в Одинцовском, мы должны отстрелять там 20 кабанов, да, а в каком-нибудь равенском хозяйстве 10, но я не помню цифры, но условно говорим. Это он спускает сверху из мистерства? Да, 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 мы не имеем права этих кабанов, допустим, 30 штук отстрелять в равенском хозяйстве. А вы хотите иметь? А мы хотим... А не, что им там сверху не виднее? Ну, конечно, сверху всегда все виднее. Мне думается, что от этого большинство наших проблем-то... Да, Роман Михайлович, вы же сами только что радовали три минуты назад за возвращение к советской плановой системе, а там-то все вам сверху спускало. Вы сказали, какие изменения я бы хотел 209-му закону. Он после социализма уже возник, и мы говорим про сегодняшний день. Если мы говорим про вчерашний день... А, вот ваше. Сколько той системе вернуться невозможно? В историческом разрезе, да. К той системе, ну, понятно, что к старому возврату быть не может. И даже если мы захотим и возьмем там типовые правила охоты 86-го года, и на сегодняшнюю почву пытаемся их приложить, они не приживутся. Не получится. И еще, это мое упущение, я должен был где-то в начале об этом спросить, но еще есть у нас пара минуточек. А по цене-то, что вообще сегодня такое охота? Вот представьте себе, молодой человек, или даже девушка, если он входит успешно в 4%, обозначенное вами, они хотят пойти на охоту. Ну, давайте начнем. Вот когда зачастую, 14 лет, винтовки приобрести не могут, охотничий билет приобрести не могут, остается только ждать, питаться рассказами. Почему? В 14 лет можно вступить в так называемые юнохи, юные охотники. Ух ты, хорошее сокращение. Ах, юнохи. И ездить с группой единомышленников, и с человеком, который в этом деле неплохо разбирается, в охотничьих хозяйствах, проводить учеты, допустим, участвовать в учетах птиц, смотреть, как делают кормушки. То есть, не стрелять, а наоборот, способствовать увеличению. Нет, стрелять они почему? Могут поехать на стенд и пострелять по тарелочкам. Это понятно. Тоже детям, наверное, интересно. А вот затем, когда 18 лет, давайте еще раз эти деньги перечислим, из которых составляется современный охот. Это вступительный взнос. Полторы тысячи у вас? Нет, вступительный. А, у вас еще это членский взнос? Три, да, и полторы годовой. Три вступительные? Да. Три разовые, полторы годовые. Если я не ошибаюсь. Это дело, в общем, оргмассовый отдел, на самом деле. Ну, не важно. Ружьишка-то в какую цену нынче встает из таких минимально приличных? Ружьишка из минимально приличных, ну, за 30 тысяч можно вполне. Ну, 30 тысяч. Какого-нибудь турецкого производства, ну, приличного качества. После этого ваше сетование по 200 рублей в Ярославской области за день охоты выглядит неприличным, если ружьишка минимальная приличная, 30 тысяч. Ну, почему? Вы возьмите бушные. А, тоже, кстати. Не вопрос. На самом деле, я не думаю, что оружие сейчас у нас дорогое. Роман Михайлович, спасибо огромное. Рад был очень с вами пообщаться. Хотя, повторяю, друзья мои, ну, вот у нас получается разговор о том, что происходит в стране. Собственно, почти каждый человек, который приходит в эту студию, о чем бы он ни говорил. О проблемах атомных электростанций, сходящих организаций. Или вот видите, 209 закон, это закон об охоте, который мы добрый час пытались обсудить, уходя в ту или иную сторону. Ну, собственно, попробуйте по лесу, пройдите по прямой, я на вас посмотрю. Вот они приводят к тому, что какие реально действующие законы сегодня существуют в нашей стране. Если вы не охотник, думаю, хотя бы с этой точки зрения. Та информация, которую мы сегодня... Роман Михайлович, спасибо вам большое, что нашли время и возможность прийти к нам в студию. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Да, я Дмитрий Губин, программа «Наше время». Прощаюсь с вами. Ну, пожалуйста, оставайтесь. Не переключайтесь. Прощаюсь с вами. Прощаюсь с вами.